всем привет друзья всем привет у нас сегодня пятница ты уверен да я просто на самом деле вчера была уверена что вчера среда я полдня по половине недели был уверен что у меня я должна приехать к знакомой когда она мне вечером я обещала приехать к ей в общем там на работу заехать вечером все такое она не пишет ну и где вы я сижу вас жду я такая какой день среда нет да не у меня была противоположная ситуация почему-то во вторник искренне читал что уже среда в среду если не считал что уже 4 в четверг считал что четверг иногда бывает иногда совпадает прям до нежданчик вот но тем не менее сегодня абсолютно точно пятница и мы здесь мы замечательнейшие выспались а очень да это был сарказм я пытался найти новости и не находил те кто смотрели технический стрим увидят что все знают что новостей нет есть несколько нормальных завезли чуть-чуть завезли писали для вас помада на экране монитора и это довольно странно чья это помада лев не моя в любом случае я не такая вот тут тут труду поезды короче кажется уже не пятница суббота Да, очевидные. Стрим такой, эксплит такой, я устал, я мухожу, вообще надоели мы, надоело мне смотреть на ваши рожи, идите все домой. Что тебе нужно сегодня делать, кроме утреннего эфира? Мне сегодня нужно отправить на озвучку выпуск передачи для ютуба, мне нужно, мне очень много всего нужно, у меня очень много текстов в работе сейчас. У меня только один, наша регулярная пятничная рубрика косплея. Не, у меня много, у меня... Это, знаешь, мне очень нравится этот момент, когда вот сидишь, собираешь пятничную рубрику косплея, так листаешь фоточки, листаешь, когда подходит, подожди, подожди, осторожней, не намешай, я работаю, я работаю, там надо описать вот тут, что это, откуда это, как это. Очень, очень, очень сложный, мыслительный процесс, очень сложно, очень прям... Не, на самом деле, просто когда сроки горят, действительно, когда так, подожди, подожди, сейчас надо срочно заняться, там такой, Родион уже, эгэй, алоэ. Да. Бывает. Эх, пятница, подорожника нет, приложу шавуху, о, помогло, пишет Димитеру. Еще раз. Это просто всегда помогает. Друзья, я считаю, что комментарий про еду на громаде утром реально нужно запретить, потому что, мне кажется, даже не в 90-м, а в 100% ведущие утреннего эфира реально не завтракают, это прямо как вот ножом по животу. Буквально. Это еще хорошо, что я шавухи не ем, но если вы будете говорить о чем-то более вкусном... А я ем. Шавуха, 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 шаверма. А я ем. Ой, слушай, я такие бургеры офигенные нашла, вот прямо сейчас даже хочется сказать на тормах рекламу, но, может быть, даже не буду. Я вот, мало многих бургерных, тут недавно заезжаю, я заезжала в Мытыще, и там рядом с нашим домом была такая маленькая бургерная, причем сотрудники ее выглядели как будто бы, не знаю, их то ли уволили, то ли они там под собственным желанием ушли из Black Star Burgers, потому что у них такой, знаешь, вид был напав, все черные перчатки, такая везде черная стилистика, такое все такое, знаешь, прям... В общем, с робопрофессионально мрачненько сделано, заказала у них бургеры, это что-то! Я вот где ела, вот не знаю, в Москве, в Питере, в Европе, это, по-моему, был лучший бургер в моей жизни, вот у меня даже мурашки сейчас идут, просто я вспоминаю, блин, мутищинские бургеры. Если вы знаете вещи, в Экобазаре они, там большой магазин, торговый центр, там одна бургерная, это прям... Надо после работы туда поехать. Кстати, кстати, да, я же могу... О, все, план. Ну, серьезно, я не ожидала. Наверное, паста соусом баллонез. А мы уже говорили об этом, нас когда спрашивали, с чем ассоциируют, я как бы себя с ней, ну, и ассоциировала, и, в принципе, я ее обычно чаще выбираю, потому что вот я ее еще люблю, ее достаточно быстро и просто готовить, при этом она охрененно вкусная, не очень затратное посредством, и им нужно как-нибудь большую компанию. Каждый раз, когда к нам в гости приходят вот шабол для людей... Они про еду говорят, сволочи! Лев, а какая ты тебя любила? Прямо вот Эва, чтобы вот, прям, самое-самое. Мне кажется, Вова задумал что-то нехорошее. Не отвечай. Я, честно. Я, честно говоря, даже не могу тебе ничего ответить, на самом деле. То есть у тебя нет такого, от которого ты прямо вот прям, ты надеешься? Не, есть, но, типа, их много. У меня, например, самое любимое, это, короче, домашние котлеты, картофельное пюре, квашеная капуста, огурчик и чесночок поверил на эту пюре. Картофельное пюре. Слушай, а как делать в Дивините обычное картофельное пюре? Я поняла, как делать холодное, но там же есть и обычное, у него лучше статэ. Не помнишь? На костер, не знаю. На костер его! В Дивините замечательный рецепт картофельного пюре. Берете картофель, берете молоток, жух, холодное картофельное пюре. А там еще обычно, не знаю, видим, как-то действительно надо его подогревать. Я думаю, что он с костром, сковородка, костер, вот это все. Да. Даже без молока, даже без петли. Слово про Дивините тут где-то на каком-то из сайтов писали, нашли комбо, которое наносит бесконечное количество урона в Дивините. Причем это не глич, никакой не баг, это просто, оно реально так работает. Да прости господи, вы там что-то оборзели? Сомневаюсь, потому что у нас его... А при релиз же на этих выходных? Блин. Я хотела дома принести эти выходные, Лев, что ты делаешь? Прекрати. Нет, ну серьезно. Но при релиз-то в эти выходные. Блин. Лев, я бы хотела сидеть дома и играть в Дивините. Ты почему портишь мои планы на выходные? Я вообще... Я что... Вот что я сказал? Вот что я сказал? Женщина. Я серьезно была уверена, что... Нет, я серьезно была уверена, что релиз в Дни Игромира, и что можно будет на Игромире поиграть. Нет, ну подожди, у них же этот самый Open House получается теперь за неделю ровно до при релизе. То есть были выходные Open House, значит теперь выходные при релизе. А, ну да, там как раз-таки релиз именно, видимо, в Дни выходных, в выходные Игромира. Ну, кстати, на Игромире сможем поиграть, действительно. Или нет? Потому что мы будем работать. Что ж ты делаешь-то? У нас там за кадром горячие пипки просто отжигают. Вы видели, что они творили? Никита спрячет. Никита. Никита. 25 кадр. Да, 25 кадр, как он есть. Я подавился из-за вас. Из-за чего? Из-за еды или из-за магии? Я думаю, из-за что ж ты делаешь-то? Сразу такой, типа, а, что? Я, 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 я ничего, я ничего не делаю. Все, что? Еда? Нет, никакой еды. Это все проделки с... Блин, ребят, повторите, за лаг твича весь ответ сломал. На какой вопрос? У нас, слава богу, эти страшные люди ушли. А, правда, даже открытие Иксалана у нас этого набора нет, так что... Не будет в понедельник открытия, тем более, что мы уже вовсю готовимся к... Игромируем? Да. И нам будет немножечко не до Иксалана. А чем в понедельничный эфир ведут Вова с Никитой, которые сейчас ушли? Которые не играют в магию. Да, и мы со львом и магией не отдадим. Даже если бы она была. Не, ну, ну, зачем? Они и так, они и так горячие пипки, у них есть своя фишка. Нужно же что-то оставить и простым, смертным. И что-то у нас там странное происходит. Опять происходит у нас... Опять что-то со стримом? Все хорошо, все хорошо, точно, точно, все хорошо. Привет, Лея и Лев Лея. Хорошие пятницы, прекрасные выходные. Спасибо, Интеларчик. Да. Посыпушки. Стрим жив, все хорошо. Что-то прям, похоже, магла не видит этот стрим. А, уже очнутся, твич не робит, очнутся, сейчас все норм. В общем, непонятно, то есть это, знаешь, это нефиксированное положение. То есть то есть, то нет. Перезагрузить и заработать. А, это, видимо, у тех, у кого еще... С того раза не проснулась. Да. Понятно. Эх. Да. Может быть, расскажем про тему дня? Расскажем. Мне кажется, очень интересная тема. Тема, на самом деле, перекликается с болью, которую мы сегодня будем рассматривать. Пишите нам в чат с хэштегом тема дня, как вы издевались над вашими персонажами в играх. Может быть, Sims, может быть, вообще любая абсолютно игра. Почему сразу Sims самое главное не нравится? Просто у нас будет новость про это небольшая, да, я так спойлерю немножечко. То есть, абсолютно не стандартное, я засунул его в бассейн и убрал в лестницу, значит, а может быть абсолютно что угодно. Абсолютно в любой игре, там, не знаю, вы заставляли Лару раз за разом прыгать с какого-нибудь обрыва просто потому, что вам нравилось слышать ее предсмертные крики или что-нибудь такое. Пишите, а мы будем читать самое лучшее. Как я больше всего издевалась на персонажа. Это надо подумать. У тебя какой случай был такой самый забавный? Я сейчас говорю, даже нет, надо реально сесть и подумать. Сесть, а уже сел, будем думать. Я просто тоже сразу вспоминаю, ты говоришь про Sims, я сразу тут в это направление, потому что стоя один способ убийства, конечно же, есть. Ну да, да. А интернет? Интернет! Что? А, у тебя у тебя пропало. У меня нет интернета. Все, хорошо. В смысле, клапан. О, появился. Как я издевался над персонажами? Во что я вообще последний такой играл, чтобы можно выдеваться над персонажами? Во что ты вообще играл? Мы сегодня, когда готовились к эфиру, с альбом пытались выбрать игру, вот такой, эта игра, не играл, эта игра, я не играла, эта игра, я не играл, эта игра, да выиграете уже, да, что такое? Да, что у нас нет пересечений слей. Нет, у нас... Игра на шее нормально, но... Я думаю, если бы мы брали... Сейчас, я просто не хочется подсказывать, то есть... Нет, ну, в общем, в одном жанре точно есть пересечения, ладно уж, фиг с этим. Это явно не будет противоречить нашим подсказкам. Да, да. Если брать какие-то другие, то да. Проходил первые три части на масс-эффект на безумии, несчастный. Никогда не издевался над персонажем, надо наверстать упущенное. Вот, может быть, кстати, ответы наших зрителей могут нам напомнить, как мы могли издеваться. Ну, вот, собственно, и пишут, всегда нравилось прыгать с громового утеса, так, чтобы у персонажа остался один хп, пишет. О, кстати, я прыгать с утеса вспомнила на недавнем стриме по демке ремастера, фанатского ремастера до Пола Рикрофт, и там у меня Ларка умерла, мне кажется, раз в 30 или около того, потому что я постоянно спрыгивала с обрыва. Этот обрыв выглядел так красиво, что там хотелось спрыгнуть. Понимаешь, о чем я? Эпоха пост-Ассессийнскрид просто. Этот обрыв выглядел так красиво, что хотелось с него спрыгнуть. Ты играл во вторую Лару? Во вторую? Прямо оригинальную? В оригинальной игре выглядел как такой явно отвесный склон, и там видно, что вот ничего, типа такой голый склон и дымка, и понятно, что там ничего не происходит. То здесь это выглядит как, в принципе, такой склон, по которому, в принципе, можно спуститься, и там вот какая-то долина, что-то там происходит. И прям, интересно, что же там? И поэтому я так прыгаю один раз со скалы, другой раз так. А если здесь прыгнуть? А если там? Даже если понимаешь, что там умрешь, просто хочется прокатиться, посмотреть поближе, что там происходит. Очень красиво сделано. Прикольно. И, кажется, у нас опять Саша. У нас опять Саша. Просто у меня тут чат странное показывает, что, типа, мы unable... У кого-то, возможно, недоступно, там советуют F5 нажать. Зачем, правда, я советую, я не знаю, потому что те, кто нас смотрит, и так нас смотрят, очевидно. Нет, у меня конкретно вот сейчас окно чата Твича говорит, что оно не может реконектнуться к чату Твича. Сейчас обновим. Посмотрим. У меня свеча-твича подлагиваю сам по себе. Доброе утро, Манюшка. Это обожаю слово. Куда вы пропадаете, хватит. Нет. 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 Наконец-то я к вам подключился. А, мы отключились. Черт, срочно нужно уйти в сумрак. Да, повторяем, ну, собственно. Сейчас, подожди. У нас вчера, когда мы с Лешей пришли, как люди в черном, у нас как раз было, что что-то мы на тему выйти из сумрака и стебались. Я уже забыл. Может, Леша не напомнит. Жора, заказывай шавуху с баранином в чесночном соусе. Жора в шоке от этого и не может ответить. Жора, как мы, не ест с утра. Тема дня классика. Убивать ненужных персонажей в симсах, убирая лестницу в бассейне. Ну, да, это действительно, это совсем классика. Это совсем изи. Мне кажется, мы все делали. Тема дня напомним для тех, кто пропустил. Пишите, как вы веселее всего, интереснее всего, жесточее всего издевались над персонажами видеоигр. Абсолютно не обязательно должны быть симс. Как я издевался? У меня в той же самой Дивинити уже случился момент. Я взял, я уже даже не помню, что это был за враг. Я помню, что он просто очень мощный. Я снес ему броню, чтобы на него эффекты влияли магические. И в итоге он, значит, пытался убежать из этой области, на электризованной, я его раз за разом телепортировал, потому что у него все четыре персонажа к тому моменту уже умели переносить штуки. Я просто, он только выберется, значит, только расстанется. Я его обратно туда, я даже, по-моему, ничего ему не делал. Я просто смотрел на него. Да. В теме дня нужно именно произвелательство над своим героем писать, или можно на NPC. Но я так понимаю, подразумевался герой. Подразумевался герой? Ну, если есть клевые рассказы про NPC, то... Да, пишите и про NPC тоже. Sims так Sims. Решил я как-то раз устроить дом на старом кладбище. Что нужно для кладбища? Правильно, могилы. Поэтому я заманивал на участок ни о чем-то не подозревающих симсов, и всячески их пытался убивать и упорядочивать их могилы. Однажды персонаж умер, к нему пришла смерть, и эта сволочь к смерти успешно подкатила, и она просто ушла. Пришлось его удалить. Я, кстати, всегда не понимала, как в симсах у людей персонажи обретают свободную волю, и там что-то происходит, чего игрок не контролирует. Потому что, не знаю, я своим симсам такого не позволяю. То есть здесь нет такого, чтобы он там что-то непонятное сделал, о чем я была бы не в курсе. На самом деле, мне кажется, что мистер Дэйв 95 в симсах встретил Дэдпула, и поэтому смерть его, собственно, и пощадила. У них же роман. Тема дня. Просто Портал 2. Да, пожалуй. Я за контртеррористов расстреливал вторую группу заложников, если одну группу уже вывели. Там на строках можно давать и любовать свободную волю перца. Да, я знаю, что это можно делать. Не надо мне рассказывать, как играть в симс. Но даже если ее включать, ты же серьезно, ты следишь за своим персонажем, и эту свободную волю всегда можно успеть, там, не знаю, пресечь и так далее. То есть, не знаю, зачем. Если человек играет не в режиме муравейника, типа он создаёт, и пускай его там что-то бегать, я буду за вами смотреть, и надо что-то подкидывать. А если у игрока есть план, что вот, я хочу там убить кучу перцев, сделать большое-большое кладбище, то когда в таких условиях внезапно происходит что-то, чего игрок не ждал, это немножечко странно. Но это так я чисто о своем говорю. Сим, к сожалению, имеет самый удачный концерт для этого, он ее убивал не бассейном, а создавал дом с множеством комнат по необходимости, по требованию персонажей. Когда кто-то заходил в комнату, там все пропадало вместе с зверю. Такая у меня была лечебница Бедлам. Концептуальненько. Да, концептуальненько, действительно, заморочился. Задался челленджем в Fallout 3 заработать все зависимости и болезни. Это сурово, конечно. Что-то... А, тема дня. Играл в Skyrim, прыгнул с водопада и нажал сохраниться. Вследствие чего, помирал очень много, откатить не мог, так как F5 фарева. В итоге пришлось включить режим Бога. Я вообще думаю, что Skyrim должен быть богат на такие истории. Да, у меня такая история приключилась не в Skyrim, а в «Принц Персильватрона». Там была какая-то потрясающая, значит, локация рядом с ареной. Значит, бегу, бегу, никого не трогаю. И у меня уже вот столечко просто времени, чтобы назад откатить. Значит, я сохранился, разумеется, в один-единственный слот, ну, потому что, come on. И я, походу, сохранился уже во время прыжка через пропасть, в которую я падаю все время. И я, значит, загрузился, я смотрю, значит... А, нет, даже не во время прыжка, где-то за какое-то там время, но я так и не смог через нее перепрыгнуть, потому что там требовалось больше времени, чем у меня было, в принципе, с собой. В итоге я постоянно падал в эту пропасть, и мне кажется, я так и не прошел эту игру. Катя, я хотела тебя спросить про Дивинити. Что-то мы говорили, ты ее упоминал. Скажи, я просто сейчас последние вечера именно этим занимаюсь. Я, когда еще была в Форт Радости, случайно побралась через подземелье наверх, ну, вышла с другой стороны ворот, и вышла, убила там одного охранника, поутала и вернулась назад. Вроде как другие там не особо агрились. Ты понял? Какого охранника ты там убил? Смотри, смотри, смотри. Вот Форт Радости, там, где вот такие там NPC ходят. Вот здесь ворота с парой охранников на башенках. Ну, вход крепости или что-то такое. Тут есть подземелье. По подземелью можно выйти через ворота этой крепости, которые за воротами. С опускающимся мостом или другой выход? Другой. А, перед... Так. Ну, то есть сразу за ворота оказываешься. Я вот там вот вышла, хотела посмотреть, что происходит. Меня запалил один охранник, я его убила, полутала, вышла. Мне показалось, что вроде бы другие охранники не агрятся, но это было не точно. А потом, когда я с форт Радости убежала и пришла к этим вот повстанцам в лагерь, потом я вернулась в город и увидела, что все магистры на меня агрятся, агрессивные. Я пытаюсь понять, это из-за того, что я все-таки убила охранника, они меня спалили? А ты ошейник к этому моменту сняла? А? Ты ошейник к этому моменту сняла? Если да, они по умолчанию тебя агрятся. А, вот с чем дело. Да. Значит, начать было делать. Если ты ходишь без ошейника, Один персонаж в группе без ошейника, да, мы прошли. Все, все. Если ты хочешь без ошейника, то все магистры форт Раджо на тебя будут нападать. Тогда вопросов нет. Спасибо уточнило. В детстве была игра, где нужно было дрессировать собак и кошек. Я хотел узнать, что будет, если их не кормить, но мне не вышло, так как моя сестра их кормила, когда я ходил и до меня не было дома. Парень, девушка обсуждает игру, а не стрим. Мечта какая-то. Обсуждать игры на игромане? Ерунда какая-то. Чего? Извращенцы какие-то тут, понимаешь, собрались. Опять спойлер. Не хочу ничего слышать про диванити. Вот, Даш, пошло в мир мое диванити. Пока коллекционка не приедет. Кстати, как твоя коллекционка? Она успешно едет. Она неделю сидела в Германии. Немецкий дейчел ее отправил. В тот момент, когда коллекционке жизнь лучше, чем тебя. И сейчас она, ну, на момент вчера вечером, она была по пути из Германии в Россию, где ее подхватит почта России. И не знаю, когда я ее получу, короче говоря. Только текст игры будут. У нас сегодня новостной эфир. Мы будем рассказывать про игры, и не только, и общаться с аудиторией. А стримы игр будут сразу после игромании утром. Ну, так, чисто на всякий. А про спойлеры, камон. Ребята, мы говорим фактически про пролог истории. Это тот пролог, который был еще в альфа-версии. Это вот тот. Я сам еще дальше не прошел. Тот большой, здоровенный пролог. Я даже боюсь представить, что там дальше. Потому что, знаешь, одного пролога при желании на какую-нибудь инди-игру может ходить вообще с головой. Ну, 44 часа на пролог, если полностью проходить. Конечно. Я, кстати, не дотерпела. Я не прошла до конца эту Тормент Татью Зеноминару. Но мне почему-то кажется, что там у нее не очень большой геймплей. Ты ее проходил целиком? Нет. Но я, может, ошибаюсь. Просто из того пласта, как сказать, сюжета, что я видела, мне казалось, что ее можно пройти чуть ли не за то же время, за что можно делать полное прохождение этого пролога в Дивинити. Но, блин, я не выдержала. Слушай, я очень большую надежду взлагала на Тормент Татью Зеноминару. Я ее очень ждала. Ты играл? Да. Почему перестал играть? Не помню. Вообще. Я могу сказать, почему я перестала играть. Потому что там очень... Возможно, это проблема локализации, плохая адаптация текста, но там текст написан как-то очень криво, его слишком много. И ты... Понятно. Я была готова, что там будет много диалогов. Я играла вот в оригинальный Planescape Tourment. Я понимаю, что там, да, можно ходить, читать, обсуждать, какие-то описания, тексты, все это вот решать. Чисто разговорами. Но там вот такие стены текста, и причем, знаешь, очень водяные. То есть там долгое обсуждение, что ты видишь какую-то тумбочку, как эта тумбочка выглядит на несколько абзацев, а потом что там происходит, думаешь, блин, ребята, неужели нельзя было сократить это в 2-3 раза? Это было бы намного более доступно, и по информации вообще не потеряла бы, вот вообще не потеряла бы. Мне кажется, примерно такие же проблемы были у Pillars of Eternity. Нет. Там лучше с текстом. Он более емкий, он более, как-то, не знаю, литературный, логичный, потому что там не то, что в терминтазе с номинаром. То, что его много, он какой-то такой, знаешь, очень топорный. То есть так сидишь, я на домашнем стриме пыталась ее пройти, я уже такая, блин, как это считать, а это как считается, с этим что делать. Сейчас я буду пролистывать, блин, там, наверное, какую-то информацию потеряла. Тяжело. Очень тяжело. Ток-текст, игры будут. Значит, подсказывают... Об этом уже говорили. Харди Худ подсказывает, если сбежать с Форта Радости, то магистры, даже если ты в ошейнике, все равно агрессивны, потому что ты беглец, и об этом даже пишутся в дневнике заданий. Вот так. Ну, в общем-то, на самом деле очевидно, потому что если ты вне Форта Радости бегаешь в ошейнике, понятно, что чат непонятно. А если ты бегаешь без ошейника, то тоже агрессивно. То они вообще автоматом на себя везде будут. То есть ты можешь... Мне разве написано, что я там... Ты можешь снять ошейник уже в Форте, один, по крайней мере, но тогда на тебя будут магистры нападать сразу, потому что «Эй, у нас тут маг-источник без ошейника!» Мне, кстати, было интересно, есть какая-то возможность его на корабле. Есть? Чего еще раз? Ошейник снять на корабле. Я просто, когда вот ты встречаешь эту самую злобную магичку, она же говорит... Там есть пункт диалога, что, мол, нафиг этих магистров, я хочу тебе присоединиться и помочь. Она говорит, что нет. Иди-ка ты нафиг? Она говорит, что, детка, я работаю одна. А, просто в дневнике было написано в квесте про ошейник, что на корабле у меня не получился найти способ снять ошейник. Знаешь, так звучит, как будто бы этот способ... Но найти не получилось. Ну, я не находил. Магичка точно тебе его не снимет. Она вообще там не очень добрая. Не моя история, но, тем не менее, одна моя знакомая жестоко убивала зайцев в Long Dark. Кто бы это мог быть? Дело было в начале 2000-х, когда единственной игрой на моем ПК был Warcraft 3D Frozen Throne. Проходя кампанию, самую последнюю миссию с древом жизни, я прописывал код на бессмертие, ставил трех героев в вражеской базе, ставил запрет на перемещение и просто уходил на пару часов по своим делам. Враги на них агрились, создавали юнитов, их убивали, они создавали новых юнитов и так по кругу. Союзники и враги вели эпическую битву друг с другом, эпичную, но абсолютно бессмысленную. Это круто. Это прям... Во всех играх, где есть C4, пытаюсь делать C4 Jump. И в скольких у тебя получилось, боюсь спросить. Да, давайте пока перейдем к новостям, потом продолжим, это что-то мы заболтались. И первое у нас, собственно, и породило тему дня, потому что на Reddit обнаружился замечательный тред про то, как люди издеваются над своими персонажами в Sims. Худшее, что вы делали, играя в Sims, так тема и называется. Судя по количеству комментариев, тема не новая, но актуальная очень, и некоторые из них изобретательны. Например, я делал комнату и клал коврик везде, кроме одного угла. Туда я ставил фейерверк, запускал как можно больше симов, затем удалял двери, смотрел, как они одновременно горят. Я был доволен испорченным ребенком. Моя сестра создавала семью, обычно по образу и подобию своих школьных друзей, потом заселяла их в дом и давала там немного пожить, ну а затем загоняла всех в одну комнату, удаляла дверь и ставила много деревянных часов и пейерверков. Они могли продержаться пару минут. Потом, когда Симы умирали, появлялись над гроби, и сестра делала целое кладбище на заднем дворе, располагая плиты по алфавиту. Один за один раз у нее получалось около 150 смертей. Ночью появлялись призраки, в итоге тонны призраков ее друзей и членов семьи пугали до смерти живых людей, и те в итоге тоже умирали от страха. Кстати, ей было 10 лет, и она не стала маньяком. Это похоже на историю, которая у нас, кстати, была в чате. Слушай, вообще Сим встопла не очень жестокая игрушка, потому что научит маленьких и молоденьких девочек убивать своих мужей для того, чтобы построить дом своей мечты. Да. А другая моя знакомая, продолжает Кат Бэйн, не давала Геральту общаться с девушками, а еще заставляла бухать и принимать фиштех. Да. Это точно не Симс? Нет, это... Нет, это... Я думала, что... Симс, кто-то... Нет, это я на секунду отмекся на чат. Это у нас... Нет, ну всякое... Если ты не смотрела Анину в стриме... Это точно у нас занимается на стримах. Нет, ладно, я не люблю такого делать, но я совершенно уверена, что девушки, поклонники The Witcher и Sims совершенно точно, какое-то количество, делала в Симсах семейку с Геральтом, с Цири, с Йеннифер, с Шаней, с Трис, со всей этой вот шаблодной, максимум 8 персонажей. И там делала всякие разные пэринги и все такое. Уверена, что это было, это точно было. Но вот Аня у нас очень моногамная, она проходит первого Ведьмака и не дает Геральту ни с кем спать, потому что... Фо, Йеннифер. Я только хотела, сначала была одобрена, а потом поняла, что нет. Да. Так вот. Маша Геральтом предлагает, а при живом мужу дом не строился. Дом не строился, разве логичнее убивать его уже после? Нет. Когда они не убивают мужа? Понимаешь, чтобы построить отличный особняк на сотню баксов, тебе нужно убить пять мужей. То есть, сначала можешь ехать в маленький дом, который там стоит 15 тысяч баксов, завести себе одного мужа, завести себе мужа убить, завести себе мужа убить. И после пяти мужей, которые дают наследство по 20 тысяч, ты строишь большой особняк на такого вот вида, знаешь, как этот зимний дворец с большим бассейном. Зимний дворец, и показывают на меня. И миленьким английским парком с уютненьким семейным склепом. Лет сколько вообще мужей ты убила, но обычно, если я делала большой дом, у меня было кладбище примерно из шести-восьми мужей. Ну, чтобы такая вот аккуратненькие ряды были. Ну, не просто там пара, не просто пара надгробия, чтобы можно было вот так вот сделать это в виде парка, оформить, чтобы это было красиво. Да. Что? Я был сосед, который постоянно приходил, ломал что-нибудь или крал из моего дома, а потом просто убегал. Однажды я остановил время в тот момент, когда он бежал по моему двору, построил вокруг него четыре стены с одним маленьким окошком и пригласил других соседей, чтобы они посмотрели, как он справляет нужду под себя и умирает с голоду, пока остальные тусуются на вечеринке у бассейна. Симс меня многому научил. Наверное, я не один такой. Загонял Симса в комнату один на один с окном и телефоном, чтобы они начали голодать. Потом заказывал пиццу, Сим видел, как ее доставляют, но не мог взять. И потом доставщик оставлял ее на полу, а Сим смотрел, как еда просто портится. Не знаю, зачем. Мне кажется... Мне кажется, люди, которые говорят, что Сим... Сайт игромания победил сейчас, сейчас просто пока что. Да, мне кажется, что Симс, эта игра не такая казуальная для маленьких девочек, а это жесткий симулятор убийства, который нужно просто, не знаю, запретить и поставить рейтинг там 16 плюс. 18 плюс. Еще сразу. Проще заставить мужа построить особняк и потом уже его убить, если не нужен. Нет, не проще. И тут ей такая... Нет, подожди, у него денег не хватит на один особняк, а ждать пока он заработает слишком долго, проще его убить и завести нового. Серьезно. Да. Поверь мне, то есть смотри, на то, чтобы охомотать мужика в Симсах, в первых и во вторых, не помню, как в остальных, нужно примерно, ну, дня два. И, соответственно, за неделю, за полную неделю или неделю с плюсом можно, собственно, собрать средства на нужную постройку. А ждать, пока он разовьется, пройдет карьерные лестницы, прокачает навыки, будет приносить нормальную зарплату, терпеть его все это время слишком долго. Женщины. Пардон. Я сам, как... Как, кстати, мужем леется или не готов за это умереть? Будь красивой рыжей женщиной. В Европе можно? В Америке тоже. Я сам никогда не мучил и не убивал симов, но был момент в The Sims 3, который меня до сих пор смешит. Мой персонаж был взрослым мужчиной, который через день или два должен был стать стариком, а большинство его друзей уже были пожилыми. Однажды я пригласил одну из пожилых подруг, чтобы попробовать ву-ху. Затащил ее в кровать, мы завелись, и все такое. И прямо в тот момент, когда мы спрятались под одеялом, чтобы уже ву-ху, она просто умерла. Пришла смерть, все как обычно, вдобавок ее призрак летал над моей кроватью. Я успел поставить на паузу и сделать снимок, но жалко, что не снимал это на видео. И, собственно, Где эта история? Все еще у нас на сайте все в той же новости. И, собственно, снимок этого... Черт, я хотела ее это наградить. Снимок с этим как раз в новости есть. В общем, там огромный тред на эту тему. Дайте я чисто поражать его открою. Там есть вообще. Да. Есть еще одна клевая история. Саша, можно будет сейчас картинку... Подожди, подожди. Сначала я объясню, что там произойдет. Одна из кушек вещей, которые вообще можно сделать в симсах. Строится маленький домик. По всему большому, огромному участку строится такой спиралевидный проход. И на то, чтобы пройти от этого прохода до конца участка и поехать, например, на работу, симс строится чуть ли не часов 7. И, соответственно, обратно то же самое. В итоге получается, что приезжает машина с симса, он часов там 7 идет до работы, приходит на работу, отрабатывает 1 час, возвращается, еще 7 часов идет обратно, усталый, у него там уже все органы чувства отказывают, доходят до дома, и там уже как раз таки почти подходит время, что ему нужно снова на работу. и вот мы сейчас можем посмотреть, как это выглядит. Это просто вот худшее, наверное, что я видела в плане строительства. Вот посмотри, вот. Вот так вот. Пошел на работу, ушел с работы. Пошел на работу, ушел с работы. Все, только заходит домой, тебе нужно сразу же почти на работу обратно. Кто это придумал? Кем нужно будет, чтобы такое придумать? Сегодня просто день ЧОООО в эфире у нас, да? Лев, как ты относишься к групповому каннибализму друзей, которых поджег лучший друг в Римворлде? А, да, там, собственно, был комментарий от Анарки, я хотел засчитать завтра, спасибо, что напомнил, что я в Римворлде заставлял каннибала есть своего лучшего друга, которого он же и убил. Окс, мне очень нравится эта фишка, в Девините, то, что можно сжрать людей, эльфов. Части тел, да. Да. Отлично. Я вспомнил очень клевый случай на тему убийства друзей. Очень клевый случай на тему убийства друзей. Два слова. Ультима онлайн. Ты играл в Ультима онлайн? Нет. Замечательная игра. Я вообще сама играю не очень. Замечательная игра. Игра тысячи возможностей. На мой взгляд, из того, что я вообще видела, до сих пор никто не достиг ультиму по, собственно, тому количеству возможностей, которые есть у игрока, потому что там можно все возможные навыки, там и какие-то мирные, и социальные, взаимодействие с окружающим миром, то есть там все очень хорошо смоделировано и прописано. То есть, например, для того, чтобы сделать... Ну, это сейчас, конечно, банальный пример. Сейчас во многих играх, конечно же, есть система крафта и так далее, но напоминаю, что там вторая половина 90-х, и для того, чтобы сделать стрелу, ты подходишь, берешь там топорик или какой-нибудь там кинжал, рубишь ветку с дерева, зачищаешь ее, делаешь древко, убиваешь курицу, с курицы получаешь, там, не знаю, мясо, перья, делаешь стрелу, и там таких деталей просто было много. Можно было делать свой собственный дом, можно было научиться играть на музыкальных инструментах, что-то делать, картина, там, вышивать, собирать хлопок, это куча-куча деталей. И когда убираешь, когда убиваешь кого-то, можно порезать, так сказать, расчленить фактически любой живой объект, в том числе и других игроков. И ты, когда их разрубаешь, там остается голова, причем написано, что это голова, например, льва, что это там левая и правая рука льва, нога, левая и правая льва, туловище, сердце, селезенка. Почему-то селезенка была. И вот можно было построить свой домик, перед домиком сделать такой вот террасу, сад, который видят другие игроки. Потому что что в доме с улицы, естественно, не видно, он закрыт, а вот что во дворе происходит, другим игрокам видно, и можно было выкладывать встроенными рядами головы поверженных врагов или друзей, потому что отличный способ убивать другого игрока. Там достаточно жесткий, жесткая была ПВП-система. Во-первых, игроки, которые играли в ультиму, они использовали очень хитрые макросы. Там вот, если игрок, не знаю, пришел какой-то с улицы, и у него, не знаю, не заготовлены макросы, не заготовлены, все эти горячие кнопки, ему против подготовленных игроков нечего было противопоставить. Там зачастую вообще кто там первый кастанул заклинание, тот и выиграл. В общем, в честном ПВП было тяжело, но если ты приглашаешь человека себе в гости, потом делаешь ему у себя в доме ловушку, и там его убиваешь, отличный способ. Многие так делали, приглашали себе в гости, там мочили людей, и потом делали из голов поверженных друзей, которые зашли в гости, красивую экспозицию у себя во дворе дома. Это было чудесно. Лев, отсядь от нее и подальше умоляю, ты нам еще нужен, там тебя уже клипают, друзья не нужны. И к нам на Игромир в этом году приедет Ричард Геррид, создатель Ульстима, у нас с ними будет отдельный материал. Я очень хочу подойти к ним и выразить просто свою благодарность за это. За то, что я могла убивать друзей. За это мое счастливое детство, потому что это было восхитительно. Просто восхитительно. Приведу один пример еще уже непосредственно из этого треда, уже не про Симс. Я играл во флайт-симулятор, когда был ребенком, и провел часы и часы, практикуясь вообще на самолетах. И началось все с того, что я начал сбивать другие самолеты собой. Потом я обрезался в башне, потом в лодке всех размеров. Кульминацией стал мой полет с камикадзе, бомбардировкой рыбарской лодки с самым большим реактивным самолетом, который я смог достать. Это, кажется, был HE-T03. У меня заняло часы, но, боже, это того стоило. Вот такие вот люди прекрасные играют в видеоигры. Друзья запрещены на игромании. Никакие друзей. В лейках той женщине из Дивинити 2 живут демоны. Вчера на вас напала какая-то слепошарая баба в подвале Форта Радость. И за такой вот как раз-таки лея. Вот это издевательство. Кстати, я очень хочу поиграть Лоисе. Сейчас я создала просто рандомного персонажа, и я им играю. У меня не получилось. По ряду причин не получилось мне взять ее в пати. Но потом, когда буду теперь приходить, хочу взять именно ее и посмотреть ее все рядко, потому что там еще есть интересная завязка. Я даже думала, не надо попробовать сделать косплей. Но она клевая и рыжая. Она клевая и рыжая, во-первых. Во-вторых, у нее есть этот прекрасный момент, когда ты любым персонажем, кроме Лоусе, попадаешь в измерение богов. И, собственно, у тебя там в самом-самом начале... Ладно, ей не попадаешь? Ей не знаю, кстати, просто. Но, скорее всего, попадаешь. Но я не знаю, что с ней. Просто там есть прекрасная хохма, что все боги персонажам, всем, кроме Лоусе, значит, говорят, что... Значит, вот, значит, ты мой избранный. Ну, вот эта вот вся фигня, которая тебе дает завязку на, собственно, всю игру. А Лоусе... Милая, милая, добрая Лоусе, убей ее, пожалуйста, к чертовой матери. Иди своей дорогой. Все боги хотят ее убить. Я не знаю, что она им сделала, что у нее в голове сидит, но все боги хотят ее убить. Вот так. Лея, сколько денег ты у ботанов отняла? Что самое клевое, что ты отняла ботанов в школе-универе. А я никогда не отнимала деньги у ботанов. Ну, вот это вообще сейчас, да. Зачем? Почему? Я как-то... У меня был чудесный случай, когда я побила полицейского, когда он пытался у меня отнять деньги. Такое было. А чтобы я кому-то деньги отнимала, таких случаев не было. Алиль Леви пишет, что у тебя на шее подвеска, которая показывает количество убитых друзей. Да, значит, спрашивали, это пули? Да, это настоящие пули. Нет, это зубы. Убитых друзей. Это пули. Просто обработанные. Пули. Это не пули, это патроны. Нет, это не патроны. Это именно вот... Ну, как сказать... Не отстрелянные патроны, а именно сами пули. Подарочек из Ингушетии. У нее в голове очень сильный... Ветнамские флешбеки. Не, не, не. Это да, это память о Ингушетии. Говорят, что я подойду к разработчику Ультиму и с Киджалом выдану претензии. Какие претензии? Игра была восхитительной. И до сих пор, вот, если бы не сейчас моя большая любовь к Вову, я бы сказала, что это прям лучший RPG ever. Сейчас я буду... Что? Что? Я всего один день играл в Ультиму онлайн, зашел в игру, нашел таверну с ускучающим народом, который занимался чем-то полезным. Через час куча голых магов скакала вокруг таверны на конях. А я говорю, лучшая игра, это просто... Ультима была восхитительная. Я считаю, что до сих пор никто не побил. Я, конечно, нет. Я люблю Вов. Но он другой там... Я играла в ролевой гильдии в Вове, и это тоже было чудесно. Там на меня даже одна женщина обиделась на то, что я... На то, что я женщина. Я просто полтора года отыгрывала парня со всеми... Ну, журлевая гильдия, персонаж, мальчик. Отыгрывала за мальчика, такого пафосного эльфа, такой он весь... И... И опечатался в космополитах. И тут выяснилось, что ты девочка. И потом в какой-то момент, да, так получилось. Во-первых, у меня немножечко затянулось. К тому же уже стали появляться, ну, общение с... С гильдийцами вживую. Я позвала главу гильдии с супругом к нам на работу в игровую индустрию. Они даже пришли, мы вместе работали. И как-то уже как-то стало это все скрываться. И в какой-то момент, когда мы были в рейде, сидят с голосом чата, мне им говорило, что... У меня это очень микрофона нет, или что-то, я уже не помню. Короче, типа, отнекалась от того, чтобы говорить сама о голосом чате. Хотя другим своим основным персонажем у меня был рейдовый хантер. Я активно рейдила в другой гильдии, на другом сервере. Там было все хорошо, тесно, у меня было все настроено. А тут за своего паладина сидим в питании крестоносца. И там вот ребята такие обсуждают. О, че-то девчонки ушли. А, давайте всякую фигню там обсуждать. Что-то там еще, что-то там еще. В какой-то момент они говорят, слушайте, если бы нас слышал кто-нибудь из наших девушек, они там очень бы что-то там, то ли смутились, то ли что-то еще. И я... И тут ты не выдержала. Я не выдержала, такая нажимаю кнопку, да ладно, ничего такого не обсуждаете, и убираю. Кто это был, кого-то, кого-то. В какой-то момент они не успели увидеть, кто это говорит. Я говорю, что ты еще сказала? Они такие, три сцены, у тебя там женщина. Я в итоге когда сказала, у всех было такое, че, 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 че. И там одна девушка была в гильзе, мы так с ней романтикой общались. И она мне стала потом строчить дикие длинные письма, что как я могла ее обманывать, я подвела ее доверие. Вот такие драмы происходят в Вове. Ленинг занят немал деньги ботанов, просто она потом их убила. Жора на меня обиделся за спойлер. Жора, это первые 15 часов игры. Какой спойлер опять? Что, видимо, все боги хотят убить Лоуси. Я не знаю, то есть, вот реально, это первые 15 часов игры. Вот ты в первый же момент попадаешь, там, после второго... 15 часов игры в первый же момент. Ну, слушай, это мизер по сравнению с тем, что ты проведешь в этой игре. Серьезно. В некоторых играх всего 15 часов. В некоторых играх всего 15 часов, а здесь всего в прологе 40. То есть, если очень поднапрячься, ты в пролог приближишь за 20. Очень. Так что, я не считаю, что это спойлер. Всем привет, доброе время и суток. О какой игре вы говорили? Ну, последние несколько минут мы говорили о Ultime, Sims'ах, Вове и, в общем-то, все. Он берет всего эту штуку. Да, это в смысле, что мне можно спойлерить, а всем остальным нельзя. Все, да, все справедливо. Ладно, давайте, наверное, перейдем к следующему. Это что за игра с прологом 40 часов? Divinity Original Sin 2? Нет. Она чудесная, серьезно. Она прекрасная. Я прям даже, знаешь, я даже не ожидала, что как бы мне настолько зайдет. То есть, просто после последних релизов ожидаемых RPG-проектов, как-то потихонечку, знаешь, энтузиастом. Так, оп, 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 оп. Нет, мы сегодня продолжим ее стримить, мы в понедельник ее еще постримим, короче. Я когда увидела, что вот это начинается игра месяца, и что у нас игра месяца, это Divinity, и вы будете с Федей Львом играть, я такой, я тоже хочу играть на работе в себе в Divinity. Почему все лучше достается вам? Лев, давай ты заболеешь. Давай нет. Не, ну, слушай, такое время, опасно, много вирусов, коллеги, опять же, могут заразить, ну, случайно. Можно снять? Я боюсь, мы народ испугаем, давай как-нибудь, я тебе потом покажу. Ладно, у меня на самом деле тут очень мило ламповая новость. В приставке Nintendo Switch оказалась спрятанная пасхалка, посвященная Сатуре и Вате. Какое-то время назад игроки-энтузиасты обнаружили в системных файлах приставки эмулятор Гольда под названием Flock. Сначала была теория о том, что, может быть, в консоли вложен эмулятор NES, и что там можно будет запускать другие игры таким образом. Но затем оказалось, что эта фишка работает исключительно вот с этой стройной игрой, и она является отсылкой в память генеральному директору Сатуре и Вате. Для того, чтобы ее получить и запустить, нужно взять приставку Nintendo Switch, которая еще никогда не подключалась к интернету, ввести вручную дату смерти Сатуры и Вата 11 ноября 2015 года, и повторить его знаменитый жест, который часто открывал презентацию, выглядит как-то вот так. Да, в общем, и тогда как раз-таки запустится та самая скрытая игра, ретро-игрушка в память о сотруднике, который очень много времени отдал работе Nintendo. Можем сейчас как раз-таки увидеть, как это все выглядит, как это запускается. Там, правда, что? Он 2 минуты двигает. Можно прокрутить, потому что нам начало... У человека, который презентует, у него получается сразу сделка, он такой так, так, еще. Ну, да, он 2 минуты просто пытается взлетать, это же правильно. Я так поняла, что там фишка в том, что нужно подольше держать, потому что он когда делал так, у него не получалось. Когда он сделал вот так вот и подержал там секунду или две, у него сработало так, что можем увидеть, как это сейчас выглядит. Видео! Субтитры сделал DimaTorzok Собственно, если все сделать правильно, то прозвучит голос Сатори и Вату, и сама игра запустится. Эх, ну, я считаю очень мило, когда сотрудники компании делают такие мемориалы в честь людей, которые отдали большую часть своей жизни в какому-то проекту или компании в целом. В том же, кстати, в Вове очень много, ну, не много, определенное количество отсылок к сотрудникам компании Blizzard или активным игрокам. И есть противники того, что не нужно превращать игры в виртуальное кладбище и все такое, но я считаю, это очень человечное, такая преемственность и память, это важно. Так, все, с видео у нас, да. А мы показали, как он делал это? Или ты не прокрутил? Да, я просто отвернулась. Ну вот, а я продолжаю. У нас с этой новостью все, можно перейти к следующей. Да, я вернулся. Лев, мы же договорились, что я буду с ревенди виниться. Нет, извини, я передумал, я вернулся. Что нужно сделать, чтобы ты опять передумал? Что нужно сделать, чтобы ты больше не передумал? Никогда. Давай не будем. Да, понимаешь, игры научили меня многому. Мы напоминаем про тему дня, как вы издевались над своими персонажами в видеоиграх, и не только над своими. Да. Можно рассказать, как вы издевались над своими коллегами, тоже хороший рассказ. Так вот, да, о чем мы думаем. Кен Левин, мой, можно сказать, однофамилец, так и делает новую игру. А Кен Левин тоже таки левин? Я думаю, что наверняка. Понятно. Я думаю, что все левины таки левины. Так вот, если вы не помните или пропустили эту информацию. Или просто не знаете. Да, он ушел из 2K. Точнее, из Irrational. Irrational вообще закрылась. И он основал студию Ghost Story Games, в которую вошли 12 или 13 человек, которые работали над третьим Биошоком. Лев, никогда не одевай прилей и крюльчевушки. Окей, не буду. И они там делали что-то. Никто не знал, что. Они очень расплывчато говорили о том, чем они занимаются. Но вот сейчас появилась вакансия у них. И они ищут строителей уровней. Значит, исходя из того, что им нужно. Значит, им нужно, чтобы человек умел работать с глубокими и многозначительными историями, которые можно засунуть в окружение, чтобы у него был опыт работы с Unreal Engine 4, включая ландшафтные работы, так сказать. Чтобы был опыт в шутерах от первого лица и полуоткрытых или открытых мирах. Полуоткрытые-то а-ля Borderlands или Shadow of Mordor. Или совсем открытых, а-ля там, ну, тот же Ведьмак, не знаю. Хорошее знание и опыт в разработке шутеров, экшенов, RPG-стратегий, иммерсивов. А также... Ой, простите. Работает. Черт! Я так и подумал. Страсть к нарративным шутерам от первого лица приветствуется. Традиционные художественные скиллы, то есть, да, рисование лиц, ландшафтов, животных, композиций, перспективы и так далее. Это тоже плюс. И также нужно понимать процедурные, процедурно генерируемые штуки в искусственные системы, в играх. Вот, исходя из этого, а также информации, которую можно найти на сайте Ghost Story Games, можно предположить, что Кен делает ни разу не новый Биошок. А Лев будь здоров, не болей. Они таки заразили Лева, а теперь скажите, Оля Левова... А сегодня и Оля, и Вова есть в порядке. Засосали до этого Леву, колитесь. Что? Что сегодня? Слушай, это был кровавый... Это был коварный план. Это вот поцелуй был явно... Кровавый план, да, коварный. Этот поцелуй, мне кажется, явно был отравлен. Как-то вот поцелуй от поезда Нави. Что мешает стримить втроем или вчетвером? У игры же кооп на четверых, места всем хватит. Ну, мы стримим вдвоем, потому что у нас тут два монитора. Как бы, если Лейк нам сможет присоединиться откуда-нибудь еще с микрофоном отдельным, то, в принципе, конечно, Лейк... А откуда-нибудь еще? А? Не. Не. Но, кстати, вот мы тут решили проверить. Выяснилось, что сплитскрин, например, только для двоих. Сплитскрин? Да. Теперь надо проверить, может ли сплитскрин... А там есть сплитскрин? Я не видела. Серьезно, разделяется ему... Там есть сплитскрин, только он не работает с клавиатурами. А с чем? Только два геймпада. То есть, ты два геймпада тыкаешь в комп, и у тебя автоматически... Все равно хорошо. Я вообще считаю, что режим сплитскрина – это очень-очень хорошее решение. Ну да, и тем более там шикарное управление с геймпадом, то есть, очень удобное, вообще все отлично. Как вообще много людей в игромании? Очень много. У нас только в офисе человек, мне кажется, 30, 25, в общем, несколько десятков, а удаленщиков еще больше. Да. Еще больше. В общем, тем мы ждем твое следующее творение. Пойдем дальше. Да? Да? Иди! Ну ты же забирался сейчас куда-то. Я... Нет. Вот. Следующая новость прям тоже очень чудесная. Мы уже упоминали похожий момент, который был с The Witcher и концепт-дизайном... Дэлса? Дэлса. Сейчас, подожди. Лей, мы с Жорой еще одним приятным молодым человеком ищем четвертую в пати. Тебе Маша Агроном говорит так... Эй! То есть, если заболеет не только лев, но еще и Федя, мы можем играть с Жорой, Машей Агроном, мной и... Кем там еще? Каким-то приятным молодым человеком. Нет, вы можете и... А, каким-то приятным молодым человеком может быть Федем. Вы можете и без нас и так играть, просто это будут не наши стримы, а ваше собственное прохождение. В общем, ладно, подумаем об этом. Едить-колотить через неделю уже август. Нет. Едить-колотить через неделю уже Игромир. Да. Это ближе к... Это сильно ближе. Это прям сильно ближе. В Павелике, кстати, появилась свечка, что новая часть метро выйдет в декабре 2016 года. Да, да, сегодня с утра действительно появилась новость, что, возможно, метро Экзодус все выйдет в декабре следующего года. Более того, через неделю, ровно через неделю, 23-я Игромания. Тоже хорошо? В рамках Игромир мы будем отвечать. В рамках Игромир мы будем отвечать через 8 дней, но день рождения через неделю. Потому что у нас 29 сентября. И Лея отлично ушла от ответа, говорит Маша Агроном. Ладно, давайте вернемся к новости. Тут буквально недавно появились работы студентки из Таиланда, которая изучает компьютерную графику, подготовила концепт-арты, нового персонажа для игры Overwatch. У девушки ник RM Farfait. И вот буквально позавчера она публиковала в сети свою работу. И это совершенно замечательно, они очень хорошо проработаны. Поклонники игры оценили подход девушки создания персонажа, сказали, что да, это нужно добавить в игру. Появился даже официальный ответ от компании Blizzard. Ну, естественно, они не побегут добавлять сторонникам. Но им понравилось. Но они оценили, сказали, что да, что это очень хороший профессиональный уровень. И прям, не знаю, на месте девушки я бы сразу писала письмо так-то. А кстати, 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 вот и пролагало это к резюме. Очень хорошее решение, хорошо, что зашло. Давайте мы можем сейчас в краске посмотреть, собственно, картинки, концепты персонажа и рассказать, как она работает. Сначала персонажа, наверное. Да кому она нужна? Пушки там есть, ничего. Ну, в общем, выдуманную героиню зовут Сара, Тара. И она относится к классу поддержки. Дизайн ее вдохновлен некой бойцовой рыбой. Я не совсем понимаю, что это значит, но тем не менее. А, сиамский петушком. Бойцовая рыба, сиамский петушок? Я что-то не знаю об этом мире. Да. А у персонажа есть способность пузырь, с помощью которой можно стрелять противника блокирующими пузырями. Также у нее есть способность лечащий дрон, который помогает ей исцелять союзников по области. Собственно, кроме концепта самой героини и нескольких ее костюмов и оружия, девушка также придумала карту в этом же стиле под названием «Город Аран» и специальный скин для Тары в честь Хэллоуина. Это тоже совершенно замечательно. Он мне напоминает эту любимую женщину. Можешь показать Хэллоуинский скин сейчас, там, зелеными волосами? Вот, вспомнил, как зовут Морриган, любимая женщина Никиты Власовым. Вчера об этом упоминал как раз. Посмотри, сейчас у нас будет Хэллоуинский скин, вот. Да, похоже. Ну, просто вот, не знаю, цвет волос, эти вот колготки с летучими мешами, стилистика, есть прям прямая ссылка. Девушка объяснила тем, что проделала эту работу и придумала концерт, потому что в Overwatch нет пока еще персонажей из Саиланда и вообще мало героев из Азии, и хотела добавить что-то вот в такой стилистике. Да, еще она сделала карту. Мы ее уже показывали сейчас. Да, и она, я просто к тому, что я вот посмотрел тоже, просто она дико красивая. Это же симметра с ангелом скрещенная, ну, почему бы нет. Знаете, мне вообще кажется, что прочти про любого персонажа и про любую игру, про том количестве вообще проектов, которые выпускались ранее, можно уже сказать, что, ну, вот эта игра, это половина того, сего и немножечко с капелькой вот этого. На самом деле, поймите правильно, даже в компании, собственно, в самих студиях разработки, когда придумывается концепт нового проекта, вот на базис, нам, так сказать, обрисовывания идеи игры зачастую даже сами разработчики используют. Ну, вот мы хотим сделать что-то вроде такого, плюс этого, добавляем сюда, там добавим особенности, хоп-хоп-хоп, опилим новый проект. И это не то, чтобы плохо, потому что вот такой вот генезис идей, это хорошо, это правильно, это работает. Изобретать велосипед вообще с пустого места, не отсылаться к тому опыту, который уже был, не совсем даже, ну, не то, что неправильно, это совершенно нормально. Представь, какие будут выпуски, когда игромане будет 200 лет. Блин, ребят, вы должны запереть их вверх из будущего. Лев, Лея, образы, там, костюмы, будет круто. Новости можно придумать свои. Это, знаешь, мне кажется, нам надо надеть такие хромакейные костюмы, вот досюда, комбинезоны продаются на ebay совершенно недорого, одеть большую банку или какую-то колбу и сделать вселистки говорящих голов из футурамы. Ну, потому что в таком виде целиком, мне кажется, мы явно уже не доживем. Да, мы не нужны. А в виде замороженной головы, которая где-то так вот левитирует, такая, почему мы нет? Некромания, утро доброе. Привет. Ридон. Да, очень круто действительно концепт, мне очень понравилось, и прям это реально талант. И, кстати, с прошлого раза, как мы обсуждали тот DLC к Ведьмаку, мы обсуждали, когда он только появился, а потом, я не увидел этого раньше, может уже тоже обсуждали, выяснилось, что кто-то из наших связался с CD Projekt Red и спросил, типа, ребят, ну, чё, как вам вообще? Они говорят тоже типа, вау, супер, значит, ясное дело, что они никаких обещаний и так далее не дали, но им очень понравилось. Ну, не факт, на самом деле, что девушка готова, но, мне кажется, вот после такой работы сразу же подавать резюме в компании, собственно, почему нет? Вообще, на самом деле, вот такие крупные компании, как даже Blizzard, устроиться совсем не так сложно, как вам кажется. В определенном смысле можно даже попробовать без готового опыта. То есть, ну, на самые такие простые позиции, вроде там, не знаю, сотрудника поддержки или что-то еще, или, опять же, дизайнеры, если у вас, вы могли даже не работать ранее в другой игровой компании, но если вы сделаете хороший бук, вроде таких работ, просто приходите, показываете, такие, да, нам надо, потому что вечно у компании всегда идет набор, у них достаточно большой штат. У меня энное количество знакомых уже переехали, работали либо в Blizzard, либо в Ubisoft, либо в Electronic Arts. Это не сложно… Хорошо быть знакомым в Леи. Люди не задумаются, ну, бывают люди, которые не хотят прикладывать реальные усилия. А если человек сдался целью, такой, так вот, что я могу? Я хороший программист или, там, не знаю, я, там, хорошо, там, с людьми общаюсь, могу, там, быть комьюнити-менеджером, или, там, где-то точно знаю игру, я, там, могу быть, там, сотрудником поддержки, я, там, художник, дизайнер, моделлер. Так я это могу сделать. Поставить свою цель, достичь ее. Это все совершенно реально. Это не какая-то магия. Just do it. Серьезно, это совсем не сложно. Тем временем там был комментарий по поводу того, что Overwatch будет действительно бесплатно на выходных. И, значит, Димитеро пишет, девинити лет через пять будет со скидкой внушить не продаваться, а вот Овер нет. Дивинити и так стоит долбаных 800 рублей. О чем ты? То есть это в Европе, да, в Европе она стоит 45 баксов. У нас она стоит 12 баксов. Like... А если покупать за полторы тысячи наборов, в котором первая Дивинити Оригинал Син, вторая Дивинити Оригинал Син, Дивайн Дивинити, там сколько? Dragon Commander, ну, 36, да. 7 или 8, по-моему, 7, то это вообще, вот, вообще... Не о чем, не о чем просто. Просто берешь и покупаешь. И я даже... Я даже сомнения нет. Это замечательно. Это отличное предложение. Мне кажется, люлей какая-то нездоровая тяга к головам отделенной хотел. Знаете, мне тут вчера пыталось со Федей говорить то, что за Друкаев играют только ложки, и то, что вся эта тема с кровавыми жертвоприношениями, троном, отрубанием конечностей и прочее. Это, типа, для неудачников. Но, не знаю, мне норм. Лей, давай знакомиться. Мне бы хотя бы ВНОВУ. ВНОВУ, кстати... Никто не уходил из знакомых ВНОВУ? Нет. У меня много знакомых ВНОВУ. У меня даже сейчас бывший начальник, много лет от работы в Wargaming, пришел как раз в компанию ВНОВУ, потому что ему там сейчас удобнее, комфортнее. У меня там сейчас человек, наверное, 8 знакомых работают в ВНОВУ. Сколько всего? Я должен спросить, сколько всего вообще человек работает в ВНОВУ в российском, в московском. Но это не сложно. Что ты умеешь делать? Подумай. Найди их контакты, напиши им. Даже там, если не увидишь открытые вакансии, это тоже работает. Просто написать. Ребята, мне нравится ваша компания, мне нравятся ваши проекты. Я бы хотел... Даже если у тебя нет никакого опыта, можно сказать, что готов быть стажером или что-то еще. И, в принципе, это работает. То есть там в этих компаниях обычные HR не все-таки в потолок не плюют, так чтобы нам заняться. Мы там ничего не понимаем, никого брать не будем, только в знакомство. Нет, нет. Все совершенно работает. Попробуйте. Лев, как думаешь, что... Ноутма не работает. Лев, как думаешь, что игра, что будет в коллекционке, будет идентична той, что есть в тиме, или будет топ-контент? Спрашивает Дэйм из русских. Я очень надеюсь, что идентична, потому что этот ключ пойдет не мне. А тот момент, когда ты покупаешь коллекционку, а для того, чтобы играть заранее, берешь обычный ключ... И он к тебе опаздывает на две недели. Или в этом году будет поздравление Глеба, не думаю. Хотя... Не знаю. Да. Как думаете, если у меня из-за Скорима перегревается, отрубается ноут, он Дивинити вторую потянет? Потянет, конечно, потому что Дивинити на самом деле более требовательная, чем я ожидала. Но я не думаю, что она там более требовательная, чем Скорим. Я писал в Невал, но они сказали, что им никто не нужен. Опять же, смотри, как писал. Если ты пишешь из серии, а, ребят, пожалуйста, я мечтаю о работе в игровой индустрии, сделайте мне что-нибудь... Это там такое себе. Если ты пишешь, говоришь, что там... Ну, это вопрос подачи на самом деле. Если ты пишешь из серии, а, ребят, пожалуйста, я мечтаю... За стороны нашего компьютера услышал свой голос, это выглядело просто... просто ужасно. Лех, ты в какой квиз играешь в Кулис или МОЗ? Уже давно не играю на самом деле, потому что тупо нет времени, я вообще играл в приз. Стажерам в Агромании, кстати, так-то просто. Ну, знаете, у нас... Не просто потому, что у нас есть в Агромании один стажер, так сказать, стажер вечно, он никак не перейдет в состояние стажера вот в другой, он до сих пор остается стажером. Поэтому, извините, сейчас вместо стажера в Агромании занято. Последний лет 13. Последний лет 13. Видите, как сложно быть в Агромании стажером. То есть, вот никак эту планку не перескочить. Тем более, что у нас, учитывая, что у нас стажер большой начальник... Да я писала неоднократно. Опять же, смотря, как писать. Да. Работаю в Blizzard. Люблю всех своих коллег и подписчиков World Warcraft. С уважением, Бобби Котик. Да. Бедный парень в поставке работает. Да, вообще, слушайте, загибается. Бедный человек, как стал стажером, так его и не повышают. Да что уж там. Ему зарплату не платят. А что ужасного, Лея? Милый голос и очень красивый. Покажите мне человека, который, прослушав записи свой голос, я запуталась в проводах, собственно, его любит. Потому что, все-таки, мы все слышим голос совершенно по-другому. Любить не обязательно, но, в принципе, неправильная формулировка. Есть люди, которым нравится свой голос, как он звучит. Но нет людей, которые ожидали бы услышать то, что они услышали. Не знаю, я боюсь, что у меня голос какой-то писклявый. Потому что то, что я слышу в голове, он такой, более такой бархатистый, такой, какой-то такой, немножечко басовито чувственный. А когда я слышу в животе, я такая, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я такая, что, почему это работает? Я не могу с этим жить. Да, у меня лучший друг, когда слышит себя со стороны, это случается где-то раз в 2-3 месяца, и каждые 2-3 месяца он себя слышит, говорит, боже, как ты со мной общаешься, я звучу как полный вообще вот тот самый. Давайте дальше пойдем. НВИДИА раздает миллион долларов в играх. Если точнее, в одной игре НВИДИА раздает 50 тысяч копий Shadow of Mordor в честь выхода Shadow of War. Для того, чтобы поучаствовать в лотерея, необходимо быть всего лишь подписчиком, в смысле, владельцем GeForce Experience. Там регулярно случаются такие передачи, раздачи, что я говорю вообще, такие лотереи, розыгрыши. Недавно они разыгрывали таким образом какие-то флешки в виде GeForce карт на 64 гигабайта, и так далее, и так далее. Так что, если вдруг у вас до сих пор нет Shadow of Mordor, ставьте GeForce Experience или просто там входить как-то в эту лотерею, и будет вам возможно счастье. А если нет, почему я всю эту новость, почему я засунул, а я скажу, почему я засунул в основной выпуск, потому что у нас не было новостей, и мы не знали, о чем с вами говорить. Там можно Outlast получать на HumbleBand. А, да, там на HumbleBand еще можно Outlast на халяву получить, действительно. Короче, идет куча розыгрышей, куча всяких штук. Я думаю, что на самом деле нам пора уже поговорить про сегодняшнюю игру, которую мы загадали. Да, кстати, что-то мы отклиплись. У нас очень сейчас простое будет описание начальное, первая подсказка. Наш главный герой, храбрый парень из Америки, который решает проблемы. Решала из Америки, решала. Настоящий решала из Америки. Все, это у тебя подсказка. Просто, не у него непонятная ситуация, говори GTA. GTA уже первый. Мне кажется, этот ответ появился еще до того, как мы сказали про загаданную игру. Мне кажется, да. Загаданную игру GTA. Да, да. Просто, все. Red Dem Redemption. Ну вот там, да, есть варианты уже, пошли. А мы пока продолжаем, и продолжать у нас Лея со следующей новостью. Отбивочку давай. Если не ошибаюсь, буквально как раз-таки вчера появилась игра в релизе Darkest View Castle, которую у нас в России издает компания Бука. И сразу, собственно, к выходу игры мы договорились о том, что мы можем поделиться с вами ключиками на этот миленький олдскульного вида квест. Игра сделана в лучших традициях Monkey Island и Day of the Tentacle. Игрок вместе с главным героем, демоном Сидом, будет проходить обилие загадок, встретит много харизматичных персонажей, а также в игре будет очень много черного юмора в стиме Тима Бертона. Для того, чтобы получить игру, нужно сделать репост нашей новости в ВК. Репост нужно сделать с сайта. Находите на сайт, находите новость, делайте репост. Профит. Не совсем профит, но почти половина дела сделана. В тексте репоста нужно еще добавить свое сообщение на тему того, как головоломка из мира квестов вам больше всего задумалась, запомнилась из того, что у вас было в вашем экспириенсе. Многие наши сотрудники вспомнили приготовление коктейля из Саберии. Я, кстати, сказала бы, вот какую головоломку ты бы назвал из классов, который тебе вот прям вот врезалось бы? Я сейчас, знаешь, пожалуй, какую головоломку сказала бы? Головоломка с четырьмя камнями из очень долгого путешествия. Когда ты находишься в подземном городе, нужно поставить камни, их повернуть. Там какое-то совершенно неочевидное решение. Каждый раз с этой головоломкой очень-очень путаюсь. Сраный холодильник в братьях-пилотах. Я знаю. Черт, это, мне кажется, прям такое победное решение. Я боюсь даже подсказать. Хотя ладно, давайте я вам подскажу. Самая мозговыносящая и нервно вышибающая головоломка из квестов, которую я знаю, это вот игра с Джа из... Мы сломали леи. Ну это игра, ну это игра с ногами. С ногами? Русская игра, русский квест. Гэг. Гэг. Из первого или второго гэга. В общем, там была игрушка, как этот симулятор электроника с зайцем и ловли яиц. Только ты там Джа, по-моему, ловишь листики. Окей. И нужно было набрать сотни баллов. Это такое было дище. Я не знаю, что происходит с людьми, которые могли ее пройти там с первой, второй какой-то короткой попытки, потому что мы тогда с друзьями сидели просто половину ночи. Я даже поспать успела, пока мы ее проходили. И просто вчетвером, поочередно меняясь за компом, пытались пройти тут набрать сотни баллов. И вот многие, кто играл в гэг и попытался пройти эту мини-игру, они согласятся, что это было прям очень… Я так и не прошел холодильник. Вот видите, Лев так и не прошел. Холодильник на всю жизнь, я серьезно до сих пор не прошел. Я так его и не прошел в этих чертовых братьев-пилотов с этим чертовым холодильником. Он же легчайший. Не, ну там братьев-пилотов есть такие немножечко неочевидные решения, немножечко подумаешь и, в принципе, их просто обойти или что-то еще. А тут, пока наберешь это, хотелось просто комп разбить несколько раз, хотелось голову разбить от стенку несколько раз. Жора Васильков пишет. Кто играл в гэг, кто помнит эту игру? Это просто поставьте плюсик в чат, я просто вам выскажу лучи состраданий. Ядерный титбит, точно. Я перепутала гэг на ядерный титбит. Жора Васильков пишет. Петька 4. Надо было перед мужиком не ухнуть лук Петькой, чтобы он расплакался. Я болел краснухой 4 дня, 4 дня проходил этот момент. Ну, собственно, вот. Нужно рассказать историю про головоломку в репосте новости и сопроводить его хэштегом головолом. Ну, в новости все условия написаны. Блокфеникс пишет. Привет, ребята, сегодня перепоздал на эфир, дела с утра были. Всем хорошей пятницы. Привет. Я не знаю, как люди мидбой проходят. Ой, да, это конечно. Я не знаю вообще, кто прошел в холодильник. Вот Вова прошел и говорит, что он легчайший в холодильник. Да, и я упроходил в холодильник, а вообще мелким был. Вот. Я не прошел. Я не прошел. Этого Майо, который типа NDP. Вертолетик из ГТА Вай Сити. Вот, кстати, это тот случай, когда вообще ни в какое сравнение, потому что вертолетик проходится чисто на моторике. И тут... У меня сейчас реально в памяти, извиняюсь, что я тебя перебила, я поняла, что игра GEC слилась просто в один проект. И сейчас я поняла, что это разные проекты. У меня вообще даже была теория, может быть, ядерный дидбит, это, например, вторая часть, типа GEC 2, ядерный дидбит. Нет, это реально разные игры. Я прям уже... Это было настолько давно, что я забыла. Но да, вот это был ядерный дидбит. Это просто... Это что-то, это... Это... Кошмар. Я реально скачал себе Вай Сити на телефон, и микси с вертолетиком прошел со второго раза. Ну да, ну вот сейчас вертолетик, я думаю, пройти легко, потому что там не на мозг, а чисто на моторику. То есть, как только ты осваиваешься с контроллером, нормально. То есть, проблемы были с вертолетиком, либо если ты совсем мелкий был, когда играл, либо если ты играл на системе, там же еще, по-моему, на часа двух кадров или на что-то такое было завязано, не помню. Давайте, кстати, посмотрим трейлер игры, что-то мы отличились от новости. Why not? Приветствую, дорогой друг! Добро пожаловать в Darkestville, тихую деревушку, где царит спокойствие, радушие и порядок. То есть, царило бы, если бы не проклятый демон Сид. Эй, я вообще-то все слышу. О, черт, Сид. Сид, он... Гениальный тактик. Подкрасться к дочке Хамминсона и отрезать ее косу. Готово. Великолепный шутник. Теперь она хорошо смазана. Мазь, зашибись. Там скиллгодник. Что? Ничего. А еще у него много друзей. Или куча врагов. Дэн Типот. Не пытайся выкинуть какой-нибудь фокус демон. Морж. Мангус. И... Лиса Ромеро. Ладно, вы его слышали. На охоту! Какие-то чувачки. Посмотри на себя, чувак. У тебя такой счастливый вид с этой улыбкой души. Ты шикарен, чувак. И... Что за... Я с вами совершенно согласен. Необыкновенный мультяшный стиль. Локации персонажа, нарисованные вручную. Вселенная в лучших традициях Тима Бёртона. Фух. Это было чертовски сложно произнести сразу. Демонический юмор и уморительная история. Чертов пес охраняет округу. Стоит пройти мимо его конуры, и он меня укусит. Или застрелит. Новый квест в духе старой школы. Ты чего такой счастливый? Жить весело. Вам понравится. Но ты же мертв. Смерть это весело. Смерть это весело. Это отлично. Это просто... Судя по сегодняшнему, просто вот эфиру... Это Лей озвучили для этой игры. Просто смерть это весело. Убивать друзей. У-у-у. Тема дня. Смерть это весело. Супер просто. Пахнет годнотой, да. Слушайте, вообще квесты от Буки в наше время это просто такой просто возврат счастливое детство, потому что... Смеетесь или забанят. В общем, я рада, что сейчас такие проекты выходят, что сейчас вот пошло вот новое, знаешь, новое вехо создания, потому что еще совсем недавно, буквально вот, не знаю, мне кажется, года три назад, ну, может быть, четыре, часто были разговоры о том, что, ну, слушайте, ну, такие жанры, классические квесты, point and click, они сейчас не ушли, сейчас уже как бы новые такие экшен-адвенчуры, ну, вот вроде Dreamfall, Dreamfall замечательный, я его люблю, он восхитительный, но как бы говорилось о том, что сейчас, ну, современное место квестов игровой индустрии, это такие вот интерактивные объекты, вроде тот же Life is Strange, Dreamfall, вот такого вида, что-то современное, олдскульного вида point and click квесты, они просто не нужны, проходит несколько лет, отлично работают компании на всяких киксартерах, или даже без компании, просто инди-разработчики там находят какое-то инвестирование, делают эти проекты, проекты получаются замечательными, вот у нас в чате тоже люди вспоминают, игру Fox Tale, которая недавно пробовала про лисичку Лию, это замечательно, это чудесно, я вот, когда она дойдет, я верю, что это будет просто 10-10, по-моему, мои, конечно, личные оценки, но все равно хорошо, что это появляется, то же самое с классическими RPG-играми, тоже говорят о том, что, ну, сейчас уже, как бы, такие нужны, ну, экшен-RPG, ну, там, что вроде Skyrim, что-то вот такое, классические, изометрические RPG с этими вот сложными линиями, заморочкой развития, это сейчас уже не надо, современный игроков. Шли все нахрен с таким мнением, да. Да, проходит несколько лет, замечательно работает компания на киксартере, люди выпускают, перевыпускают, собирают все больше и больше денег, больше, чем планировали, все это отлично работает, ну, была такая, конечно, проблема, как с этим, Сторма Теннис и Номинера, ну, игра нормальная, но чуть-чуть разочарала, но тоже хорошо, тоже неплохо, просто чуть-чуть ожидания. Для тех, кто в танке, что это класс игра, это был Darkest Lid Castle, который можно выиграть у нас на сайте, заходите, ищите новость. Да, розыгрыш, что-то пройдет по 24 сентября, результаты будут на следующий день, у нас на сайте все подробности розыгрыша есть, игра вышла, я так понимаю, вчера, сейчас доступна, так что... Смерть весела! Просто я в статус, слушай, у меня статус все время был в контакте, то, что... Ночь темная и полна ужаса, сейчас, как чувствую, поменяю на смерть весела. К слову, Ночь темная и полна ужаса, Жора пишет, знаете, как в Игре Престолов девиза у домов, вот у дома Леи будет смерть весело. Отлично, отлично И там будет Улыбающаяся, острыми зубами Лисичка С парой капель, которые стекают С клыков И няшными анимешными глазами Да, даешь фалач пятый в изометрии И с пошаговостью на 400 часов Говорит Джора На самом деле, я думаю, что это было бы классно Кстати, на самом деле, Дивинити Мне во многом сейчас напоминает фалач Потому что тоже пошаговая система боя Тоже вот, ну Реально напоминает именно Второе фалаут, только в фэнтезийной тематике Это замечательно Только зародилось это все за долго до фалаута Нет, я понимаю, просто для тех, кто там скучает По фалауту, например, не играл В какой-нибудь там Icewind Dale, Arcanum, Torment И фэнтезийные Старые зометриотические игры Ну просто фалаут, он более популярный, согласитесь Он более такой, доступный для более широкого Круга аудитории, как-то людям Он зашел и был доступнее А, нет, не до фалаута 2002 год В любом случае Скучайте по фалауту, попробуйте Дивинити Да, по тому самому В общем-то, на этом у нас все Небыстрые новости Перейдем К новостям Более скоростным У нас смотрит Ями Я хочу и продать отдельный привет Привет, Ями! Привет, Ями! И там, судя по рукам появившимся из-за кадра Саша тоже привет Перенакет Да Саша, показывай бицуху Саша, показывай бицуху сразу Я говорю, Саша, успокойся, ты не Ями Он такой Черт! Решил заняться спортом А тут ты это А тут не Ями Вообще-то после этого был Вартанда с Ями Саша поправляешься после этого Вартанда с Ями Так что все в порядке Все как надо Ну как бы да То есть если ты начинаешь качаться там за полчаса до прихода человека Ничего не изменится Если ты качаешься за два с половиной часа до прихода человека То это уже норм, действительно Да Тем временем давай сначала дадим вторую подсказку Да, я как раз хотела И злой воробей тебе тоже отдельный привет Ей-ей-ей А вторая подсказка у нас очень простая Кстати, в этой игре Напомним пока первую подсказку Напомним? Напомним Да Мало того, что наш главный герой Такой суровый, храбрый, решалый из Америки Такой парнега, который не боится проблем И пытается с ним бороться Во время игры у него может появиться шанс спасти собаку Но вряд ли у него это удастся Или нет Или да Я, кажется, сказала сейчас слишком палевно Но посмотрим ДГТА пишет на релеве ДГТА? ДГТА в любом Да точно ГТА Fallout Fallout Fallout, кстати Пока пойдем по новостям Fallout 1, Fallout 2, Call of Duty Подсказка про фиксы Hellblade Окей, так Давай, не будем подсказывать Зачитывая игры Разработчики World of Warcraft Публиковали аудиодраму Тысяча лет войны Она висит у нас полностью в виде трех ютубовских роликов Например, в паблике ВКонтакте Впекайте, слушайте Это классно И прям Наслаждайтесь Я когда увидела эту новость У меня было большое предложение Там как раз-таки Три выпуска по 40, 40 и 25 минут И я думаю А к черту его Давайте смотреть, слушайте аудиодраму Отличное же решение Все равно Новости особо не завезли Давайте просто вместе послушаем Это картинка одна статическая Не меняющаяся Оставили бы аудиоряд И мы здесь такие Пантомимы бы изображали Что происходит во время рассказа Но тем не менее Слушайте, отличная вообще новость Я сама ее добавила Я ей очень радовалась Мне кажется, сейчас поедут просто с работы До работы не успела И буду просто как раз-таки Два часа пока буду ехать в область Из Москвы в пятницу вечером Послушаю эту историю Это очень клево Я надеюсь, что Близзы добавят И другие книги в таком формате Это классно Это замечательно Спасибо Началось голосование Для премии Golden Joystick Awards До 3 ноября игроки по всему миру Могут выбрать самые привлекательные проекты А 17 ноября состоит соревновальное награждение Можно сейчас уже проголосовать Выбрать лучшие игры В разных номинациях Среди которых Лучшее повествование Лучший визуальный ряд Лучший звук Лучшая актерская игра Лучшая независимая игра Лучший мультиплеер Студия года Лучшая VR игра Сортвек Бриджи Крю Лучший раунд Лучший раунд в киберспортивном турнире Киберспортивная команда Киберспортивная игра Лучший стример Вы знаете Лучший ведущий игрового канала А где здесь лучшая команда игрового канала Вы знаете, за кого голосовать Лучшая портативно-мобильная игра Лучшая игра для Nintendo Сейчас скорее выйдет как раз таки Лучшая игра для PlayStation Лучшая игра для Xbox Лучшая игра для ПК Прорыв года Самая ожидаемая игра Самая популярная игра до сих пор Игра года Дивинити Дивинити Ну посмотрим еще Но шансы есть, конечно Мне кажется, большие шансы Спрашивают, будет ли сегодня загаданная игра Так это мы тут как бы только что две подсказки дали Да Дальше Игр собачек не так много Знаете, я смотрю на что-то понимаю Что много Игр с попытками спасти собаку Прям больше, чем я ожидала Возможно, мы дадим четвертую подсказку Общие продажи нейроавтомата достигли двух миллионов копий Square Enix об этом объявили Это при том, что популярность проекта уже пошла на спад Общая сумма продаж увеличилась на 500 тысяч за 4 месяца В то время как в мае Этот результат достигла Игра достигла всего за месяц Она вышла на PlayStation 4, напомним 10 марта А 17 марта она появилась в Steam Рецензия, разумеется, есть у нас на сайте Так что проходите, приходите Она классная У нас в комментариях говорят Сейчас бы называть лучшей игрой года Players Divinity 2, Original Sin 2 Когда есть PlayerUnknown's Battlegrounds Напоминаю о том, что она вышла в 16-м году А не в 17-м PlayerUnknown's Battlegrounds еще не вышла вообще Она в раннем доступе Ну, как бы понимаешь, здесь два варианта Либо она вышла в том году, либо она не вышла вообще Она выйдет в этом году Насколько известно, она выйдет в ноябре, что ли, или где-то там Это какой-то чит Так что Сначала игра порвала все статистики, а потом она вышла Что за фигня вообще Ну, да Как это так работает? К сожалению, это так и работает Другой вопрос, что Я считаю, это нечестно Мне кажется, должно быть наоборот Я бы не сказал, что это игра года Ну Вообще ни разу Слушай, ну То есть, хайп года, возможно Но игра года, при том, что в этом году вышла уже Divinity Выйдет еще Wolf Выйдет еще там, черт возьми, тот же Assassin, Super Mario Odyssey и так далее Ребят, я бы поостерегся Ну, не знаю, например Лучший мультиплеер точно должна забрать Может быть даже Подойдет она как киберспортивная игра или нет? По-моему, она сомневаюсь Там кажется, что для себя это будет гибиспорт Ну вот, не знаю Может быть, прорыв года и лучший мультиплеер, это да Есть киберспорт и турнир даже Есть, да, официальный киберспорт? Ну, да, уже есть турнир, поэтому как бы тот же вариант, что... А, там же можно командами играть, да Ну, с другой стороны, знаешь, все-таки мне тоже кажется Ну, я... у меня просто такое отношение к играм Я в играх больше всего ценю историю и сюжеты Поэтому как-то игра без истории и сюжета для меня Ну, это поиграть можно, но это что-то такое Ну, то есть Как... Как снэк Не полноценное блюдо, а так, снэк Извините, не хочу сказать ничего плохого Просто, мне кажется, игра с цельной историей Она все-таки чуть-чуть больше заслуживает Ну, не внимания, но... То, что она обогнала бесплатную доту по онлайну Уже заслуживает игры года Да не заслуживает она игры года, ребят Ну, блин, игра года не может строиться на вот этом чистом геймплеере И чем-то еще Ну, то есть, да, она простая Она... Действительно, прорыв года Прорыв года Безусловно Лучший мультиплеер Лучшая, там, киберспортивная игра года Да, но все-таки как-то сложно ее оценивать Так, как серьезный, полноценный Вот такой сложный Ну, вы поняли, что мы имеем в виду Короче, доживем до конца года Мы вам скажем, что у нас стала игра года Но я очень сомневаюсь, что это будет ПОБГ Да Идем дальше В Steam скоро появится симулятор Подожди, жижжж-жижж А, да, прости, прости Да, еще одна есть, да Читай В смысле? Я хочу про котиков Я уже... Я хочу про котиков У тебя сколько котиков дома? У меня? Да Уже 0 Я хочу про котиков, у меня дома 2 котика Хорошо В новых роликах The Evil Within 2 Главный герой сражается с боссами Короче, вывесили на YouTube Три ролика Они опять-таки все есть у нас Вконтакте И, по-моему, на сайте тоже уже Выкладывали Короче, посмотрите, там много игрового процесса Она выйдет 13 октября на PS4 Xbox One ПК Сейчас бы говорить, что Пуп Изи играл У Пупка простой геймплей Простая идея Простой вот этот формат Хорошо зашел, как Рацкий, потому что он простой И очень доступный, всем понравилось Отлично заходит Но по своей структуре, да, она простая Да, играть в нее И бороться с другими игроками Это человеческий фактор, это и делает ее сложной Жора пишет Извините, 10 миллионов человек Ваша играет просто какой-то снэк Клей Рад на 2017 Да, да, именно так Ваша игра, это просто какой-то снэк Ну, я не думаю, что разработчики на это могут обидеться Почему тогда Оверу дали Игру Года? Ну, вы сравнили, простите В Овере дофига всего, кроме геймплей В Овере огромный лор, кроме всего прочего Огромный лор, огромный пласт контента И, кстати, я не согласен, что Овер Игра Года, если уж на то пошло, но ладно Ну, опять же, пупка – это снэк, такие чипсики Много чипсиков, много вкусных чипсиков Тогда как Овервоч – это вот хорошее полноценное блюдо с гарниром, десертиком И компотом Десертик – это много косплееров, если что Ну, так Да Да События, события года, друзья Симулятор кота уже совсем скоро появится в Steam Помните замечательный симулятор козла? А тот симулятор камня Российские разработчики, собственно, решили переплюдать эти творения И сделать замечательную мастическую игру в большом открытом мире Где почти все человечество заражено А вся надежда осталась только на миленьких котиков Давайте трейлер Да, трейлер, трейлер Это же же Мяу 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все. Больше ничего на игромании Я надеюсь, что будет еще лисичка К тому времени Лисичка. Но лисичка может быть вместе с котиками Лисичка, конечно, семейство псовых Но лисички и котики, они как-то вот На самом деле Рядом Игра восхитительная Мне особенно понравилась эта вот Я так понимаю, отсылка К постолу Ну ты видел Это чудесно Да Ссылку на ролик Друзья, все у нас есть в паблике игромании Это новость у нас там вчера вечером Появилась Заходите, смотрите еще раз ролик Там у вас есть еще ссылка, как поддержать игру Пожалуйста К порталу, к постолу Многие, наверное, из вас Все время хочется говориться Портал, постел, портал, постел Такая Постол Да Портал, постел Том и Джерри в новом свете будет Ну вот да Если, например, одна редакция котиков и лисичек То будет живым и сытым Котики и лисички выйдут А больше никого не останется в редакции Все, да, никого не надо У нас здесь, напоминаю, почти три десятка человек Работает, так что все в порядке с этим вопросом Опять же, видите Лев Есть, который Может и не стримить Дивинить, если вдруг что-то не так пойдет Хамблс Тор бесплатно раздает Дрюкс издания Хоррора Аутласт О чем уже сказали Только ограниченное время, друзья Если не ошибаюсь, сейчас осталось Примерно полтора дня Или день с небольшим Можно сейчас даже точно глянуть Сейчас, да, захожу Сейчас, 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 бесплатно забрать Я вчера уже пошла, забежала А там часы показаны А, нет, до 7 октября Надо активировать, да Заходите на сайт, регистрируйтесь, получайте ключ Активировать полученный ключ можно до 7 октября Времени осталось один день, 7 часов, 10 минут, 40 секунд, 39 секунд, 38 секунд В общем, 35, 34, 33, ну, в общем, вы поняли 30, 29, ну, в общем, вы поняли Если хотите получить первый Аутласт и дополнение к нему Заходите на наш сайт, находите ссылку Заходите на сайт Хамблс Тор Там нужно, естественно, зарегистрироваться Ну, это изи, это вопрос, там, минуту-двух Вообще ни о чем И совершенно бесплатно получаете Можете добавлять к тебе в аккаунт Steam И счастье вам И завод кирпичей Игромания домашних животных Да Почему нет? Какие котики, если Вова будет шавермой? Знаете, шаверма, это все-таки вредно Так что Так что, Лев, извини Игроки The Elder Scrolls Online получат бесплатные ящики В игре Тесса уже начинается хэллоуинский ивент В рамках него игроки смогут получить Новые боксы, в которых хранятся самые жуткие сувениры Табриэля на тему фестиваля ведьм В остальные дни эти ящики можно будет купить за Так понимаю, игровую валюту Надеюсь, что за игровую валюту А в эти выходные эти ящики можно получить совершенно бесплатно Нужно только разок зайти в игру Так что, если вдруг вы играли и давно не заходили Или думали, о чем не сыграть бы Можете сейчас за эти выходные бесплатно получить Праздничный ништячок Мне кажется, это самое раннее начало хэллоуинского ивента Который есть вообще в онлайн-проектах Потому что пока я больше нигде не видела Поправьте меня, если я ошибаюсь Также вчера на свитче вышел шахтерский платформер SteamWorld Dig 2 И разработчики, вдохновленные первыми положительными отзывами Раскрыли секрет, который они приготовили для игроков Те, кто сможет завершить прохождение игры на 100% Обнаружат, что на этом игране заканчивается И, собственно, достижение 100% отметки Разблокирует дополнительный контент Парам! В награду самым терпевым и ловким игрокам Они приготовили бонусный контент Который ярко выражает саму суть SteamWorld Dig 2 Это исследование Что именно получат финалисты, так сказать Пока неизвестно На ПК игра выйдет сегодня 26 числа А нам выйдет на PS4 Вот так вот Прочи, пожалуйста, следующую новость У меня глазки В следующем году в Европе появится The 25th World The Silver Case Это ремейк продолжения игры The Silver Case Он все-таки выйдет Об этом заявили разработчики Которые, точнее, издатели проекта Низ Америка Действие будет разворачиваться Спустя 5 лет после The Silver Case 99-го года В одном из номеров жилого комплекса Bayside Towerland Обнаруживают женщину, убитую При загадочных обстоятельствах Это запускает сеть случайных событий Которые связывают нескольких главных героев В принципе, у нас там есть трейлер Который мы не загрузили Сейчас, секундочку Мне показалось, что он скучен на самом деле Я поэтому стала его добавлять Окей, давайте не будем смотреть Если Лей считает, что трейлер скучный Смотреть мы его, конечно же, не будем Шаверма, это вредно Лучше же есть сырое мясо Подумала Лей Так что Лев, извини Я на самом деле просто очень желаю В роли своего персонажа из Divinity И там я играю эльфийка Эльфики, как известно, поедают Живет людей Получают воспоминания Так что... Мне, кстати, очень нравится эта механика Я бы поигрывал вечно Я нашла ногу Я нашла руку Ты нашел глаз, отдай мне Тем более, что ты можешь их не просто жрать И не просто там воспоминания узнавать Но периодически еще и заклинания Таким образом выучивать Которые тебе по школе нет То есть там где-то можно туда найти Заклинание лечения Которое ты по своей школе Даже можешь не иметь Но, похоже, ты его уже знаешь Через съеденную конечность То можно и так По словам разработчиков Игроки смогут увидеть одну историю Этого самого Досилеркейс С трех разных перспектив Кроме того, вас ждут новые Визуальные звуковые эффекты А также новые элементы управления Ли, вам слово Судя по письму на почте Необходимо не просто зайти в игру Тесса Но и бить любого моба Скорее всего, так и есть Поправочка к предыдущей новости К получению бесплатных ящиков В Тесс Онлайн Пожизненные баны Появятся в соревновательном режиме Overwatch на следующей неделе Ой, давно пора Да, компания Blizzard решила Ужесточить меры И игроки, которые будут постоянно Нарушать правила в соревновательном режиме Начнут уже поднимать Пожизненные блокировки С 27 сентября Чтобы на себя лишиться доступа К этому режиму Нарушитель должен получить Три и более сезонных банов Так, а вот это мы точно загрузим И после завершения очередного сезона Счетчик манов не обнуляется Так что, друзья, будьте осторожны Не нарушайте правила Будьте лапочками Саша, лови ссылку для загрузки А я тем временем скажу Что релизный трейлер Любимого Федором приключения Hit Signature Вышел, собственно А это значит, что Выходит и сама игра Как мы помним Создатели сказали Что какого черта Релизный трейлер Будет выходить за два месяца Релизный трейлер Должен выходить В день релиза Напомним, что Это игра Создатели Gunpoint Где мы управляем Маленьким, но гордым Космическим кораблем Который бороздит Просторы Вселенной И берет на абордах Корабли покрупнее Наша задача Там пристыковаться С целью Значит, состыковаться с телью Пробраться на борт И ликвидировать Вражескую команду Чтобы захватить ценный груз Или спасти друзей Как именно Мы будем достигать Этих целей Это уже наши проблемы Создатели напомнили О многочисленных возможностях Как раз в трейлере Чем дальше вы продвинетесь Тем больше вариантов Технологии оружия у вас есть Можем посмотреть? Давай Я делаю его лабиле Мистаке, поэтому вы не можете... Окей, мы делаем его лабиле Мистаке. В этом корабле не было оружия, и так маленько, что большие корабли не видят. Это хорошо, потому что его основная функция... Это может быть в этом. Когда вы вверх, вы должны идти к паспу. Вы выживали, но вы можете остановиться и подождать как бы вы хотите, чтобы вы могли бы выжить из-за того, как вы просто взялись в ситуацию. Так, здесь. Продолжение следует, вы можете взять первую гайку и снять его другую гайку, и затем вывести его в руку, и доставить его в этот гайку, и уникалью его в руках. И все-таки на нашей航е слышит это. Третье вы найдете гаджет, как Субберта, которая позволяет вы hack труппы, чтобы выжить людей. И Смапа, позволяет вы подсаживать с теми, чтобы выжить людей, чтобы выжить людей. И если вы не хотите его снять, не ближе? Ну, вы можете снять то, что выжить в него, Он самый нападает из издать в space. Теперь оттуда вы планируете сфиксировать, у вас есть время оборудования, как как и так, что это корабль вы можете остановить. И так, что вы можете остановить, и припять трючатся через одно уход, и свободно поднимать под поделиться с притомой. Все-таки коспые даты поделиться на новой стажере. И это оборудование. И оборудование в стажерах уточняет новых гаджетов, механизмов и технологических игр. Собственно игра вышла в Steam и действительно она стоит 319 рублей, так что забирайте, радуйтесь жизни или продолжайте играть в Divinity и все еще радуйтесь жизни. В новом трейлере Middle Earth Shadow of Far The Mobile Game рассказывается как работает мобильная система Nemesis. Насколько я знаю игра портирована вообще почти без потерь даже по графике, говорят что она особо не пострадала и вообще отличий от оригинала очень мало. Я что-то зависла, у меня не грызется сайт. Ты смотрел ролик? Нет. Вы можете его посмотреть у нас, где? У нас ВКонтакте. Нет, у нас на сайте. А ВКонтакте вы можете посмотреть другой ролик. По-моему там тоже самый ролик, тоже рассказывается про систему Nemesis, но я так понимаю суть в том, что у них получилось портировать почти без изменений. И кстати я хотела добавить, что вот я не очень хотела играть в Middle Earth Shadow of Far на компе, потому что что-то ну такой себе, ну такой себе проект. Лично для меня, мне кажется сейчас. Он еще не вышел даже. Я понимаю, но я смотрю и такая, ну что-то как-то вот не знаю, на компе играть неохота, как-то не очень меня заинтересовало. А когда я узнала, что выходит порт на мобильной, на мобильной платформе такая, о, а вот для мобилок такой формат очень даже, когда вот идешь на работу, с работы, чем нет. Что? Что? Нет, ничего, все хорошо. Что? Каждому свое, окей, ладно. Что? Нет, нет, ну не знаю, мне компьютерная версия не заинтересовала и лучше так. Типа это гигантское РПГ, считай, с возможностью вот этих вот там армий, вот этого всего. Дикий анбэк, это мучение вот это вот. Слушай, если бы они взяли другой фундом, я бы уже заинтересовалась в то, что, не знаю, ты же сам все время ругался, что как-то... Я ругался, что они пытаются его каким-то образом после вот этого всего вывести в канон. К первой части у меня вообще не было проблем с каноном. Первая часть прекрасно ложилась в канон и ни разу его не портила, только обогащала. Вторая часть, у меня большие вопросы, потому что здесь уже там большая война в Мордоре и как это можно уместить в канон так, чтобы это не ломало его, я уже слабо представляю. В общем, говорю, мне лично во что играть на компьютере прямо вот есть, хватит того же самого, удивите прям до конца, мне кажется, уже моих дней. А нормальных игр для мобильника я сейчас особо не вижу из вот последнего, что выходит. И то, что вот они сделали порт, я говорю, о, ребят, спасибо, вот на телефончике я в это сыграю. Да. Лене нравится Средиземье, Лена хорошо относится Средиземье, но просто этот проект вызывает меня сомнения. Лене нравится, когда Средиземье используют во всяких странных целях. Давайте дадим третью подсказку, наверное. Давай. Давай. Итак, у нас есть герой Решала из Америки, который может спасти собаку, но у него вряд ли это получится. И героя подставили. Конкретно так подставили. Вот на самом деле, когда вот говоришь о том, что героя подставили, сразу такой вот список игр, и по-моему, почти все эти говорят под первую подсказку, что они из Америки. Так что вариантов очень много. Я думаю, что мы дадим четвертую подсказку. Ну, под конец уже. Да. Нью-Вегас. Конец был минуту назад, я скажу. Что? Конец был минуту назад. Время сейчас уже готовится. А! Окей, давайте заканчиваем. Ну, сейчас мы закончим список новостей. Там буквально еще пару минут, пока у людей еще есть шанс подумать. Давайте прям срочно-срочно без этих самых, без разглагольствований. Ждем релиз Doom и Skyrim на Nintendo Switch. У нас в ВКонтакте есть ролик, где можно посмотреть на геймплей Doom на Switch. Свежий трейлер файтинга Dragon Ball FighterZ демонстрирует нового персонажа Android 21. Опять-таки, у нас этот ролик есть. Смотреть мы его, конечно, не будем, у нас нет времени. Главоломка The Witness. Вышла на iOS. И это еще один проект, который может теперь поиграть на мобилочках. Я рада, я рада. Теперь есть, что играть на мобилочках. Надеюсь, что это работает. Ну, работает. Чудесно. Если вы играли за Витнес на компе, сейчас можно, или если вы не играли за Витнес на компе, может играть на мобильниках. Это клево, это клево, она замечательная. Выходит ограниченное издание фигурки Бэтмена из Batman Arkham Knight. Ее оценили в какую-то бешеную сумму. Опять-таки, можно... Почти тысяча баксов. Да, этот просто пипец. Белый он, по-моему, да? И его, опять-таки, можно посмотреть на эту красоту у нас на сайте и в паблике. Acer выпустил игровые ноутбуки Predator Helios 300. Молодцы какие. Дальше, дальше, дальше. Режиссер, это было очень смешно. Но это шутка, которую я не могу произносить в эфире, потому что она совсем не будет корректной, поэтому мы пойдем дальше. Почему? Отличная шутка. Режиссер социального архимика недовольно рад. Шутка была не в том. Да. Режиссер социального архимика недоволен расовым составом актеров в организации. Ему не хватает там европейских актеров. Там все азиаты. Там все азиаты, да. Это есть европейские персонажи. Дело в том, что когда я увидел эту новость, у меня сайт показал, что там 1488 просмотров. То есть как так совпало? Я обычно сам с такого, сам прогораю, но просто очень совпало. То есть все, я заскринил даже. Защитники сериала Netflix в смысле показали самый слабый старт среди собственно марловских сериалов на Netflix. И последняя церковь простила Хеллбоя его происхождение, что само по себе смешно, и пустила в собор для съемок новой части фильма. Lionsgate разрешили снимать перезапуск Хеллбоя в войском кафедральном соборе, несмотря на демоническое происхождение главного героя. Вот так вот. Такие вот у нас короткие новости. Прежде чем давать, прежде чем рассказывать о том, что у нас будет еще сегодня, мы, наверное, все-таки дадим сразу же и четвертую подсказку. Да, по-моему, до сих пор никто не угадал. Я, конечно, могла пропустить. Сейчас мне подскажет. Саша, Вова, не было правильного ответа? Нет, пока не было. Четвертая подсказка. В игре дикое количество отсылок к сериалам про… Слишком прям слишком. К культуре 80-х годов, скажем так. Тоже слишком. Но хотелось сказать, что игра просто переисполнена ностальгией, но ты прям вообще настолько конкретизировал, мне кажется, что через секунду будет правильный ответ. Не знаю, не знаю. Так вот, чтобы у нас люди просто обязательно угадали, да? Какие вообще были подсказки? И герой такой… Герой из Америки, который решает проблемы, пытается в какой-то момент спасти животиночку собачку, но все это все очень тяжело. Игрока подставили. И в игре путь отсылок. Хатлайн Майами, Хатлайн Майами 2. Ретро Ромбейдж, Майфия 3. Правильного ответа до сих пор нет, да? Игра переполнена. Ностальгией, отсылка к тематике 80-х, все, ты уже все сказал. Посыл, серьезно, до сих пор неправильный ответ. Пока мы вам расскажем про то, что у нас будет сегодня. И сейчас мы будем говорить о том, какие у нас стримы будут. Я могу сказать еще один раз, что мы эту игру, собственно, стримили. Вспоминаем, что мы стримили. По-моему, Лея как раз не играл, да? Это вообще вот еще вот так вот… Бжух! Просто… Бжух! Мы очень хотим, да, чтобы вы угадали. Да, сегодня. Сегодня… У меня все плохо грузится. Сегодня в 4… 13.30. Хорошо, давай так. Кстати, у нас на… По порядку неплохо, да? У нас на сайте забыли, кстати, стрим в 13.30. Сегодня в 13.30 в рамках нашей рубрики «Алтскул» Федя Кокарев будет играть в «Морровинд». И, друзья, именно вы взяли этот выбор в нашем паблике «Игромания Лайф». В начале недели традиционно уже вывесили голосовалку. По результатам голосования победил «Морровинд». И сегодня с Федей будет «Морровинд». Вы хотели, вы получили. Ееееееее. В 16.00 мы с Федей и «Ж» будем проходить в рамках нашего проекта «Игра месяца» на наших LG Ultra White «Dimente Original Sin 2». В 18.30 Мария Агроном Ильина будет играть в «Ульфетштейн» «The New Order». Еееей. В общем-то все, что ли, да? И в 9.00 Мария Миткова будет играть в «Horizon Zero Dawn». Просит повторить все подсказки, которые были. Я пропустила. Сейчас еще будет еще одна подсказка, прям вообще финальная. Мне кажется, после нее уж точно должны. Наш герой – храбрый чувак из Америки, который пытается решить проблемы. В какой-то момент он может попробовать спасти собаку, но… Прям, ну, не получится у него этого. Бедная собака, бедный песик. Я лично страдала. А, наконец-то, Битков. Все, спасибо. Монгон Юа угадал наконец. Спасибо. Пусть конец стрима, поэтому мы сразу его называем. Действительно, это Битков. Да. Просто под конец стрима уже 0.07 минут мы старались. Да. Спасибо, да, спасибо. А, поскольку у нас особо нет времени и поскольку Твич падал, мы с Олей отдельно соберемся, посмотрим на ваши предложения в тему дня и тоже попробуем определить победителя. Да. Смотрите в паблике. Ну и все. На этом заканчиваем. Значит, приходите смотреть на наши стримы. Федя будет играть в Мравинт, потом в Дивинити мы будем играть. Когда в Дивинити, в Дивинити будет 4 часа. Да. Со львом, может быть. Со львом и Федей. Без Леи. Знаете точно? Все может измениться. Бывают всякие, знаете, ЧП, дедлайны. Лев сам говорил, что у него много задач, проблем. Да, да, да. Короче, подписывайтесь на наш Твич, подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте, подписывайтесь на наш Инстаграм, подписывайтесь на, что у нас там еще есть, другой паблик ВКонтакте. Читайте сайт, общайтесь с нами в Телегаме и Дискорде. Сайт, журнал, полная социализация. И... Сосомания. Играйте только лучше. Спасибо, друзья, что смотрели. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи.